Всем добрый вечер. Мы сегодня проводим очередное занятие Школы здравосмысла. Сегодня в гостях у нас Гидар Джахидид Джамаль, один из ведущих российских философов и политологов. Человек, который еще в годы советского ларца, скажем так, открыто выступал со своей позиции. И продолжает делать это и сегодня. Мы продолжаем нашу сквозную тему «Россия и техокеанство». И сегодня пригласили Гидар Джахидидовича именно для того, чтобы осветить то, что было высказано на первом занятии в дебатах с экономистом Евгением Полуэктовым. Именно тогда он нам сказал, почему мы смотрим только на запад и на восток, почему мы не смотрим на юг, почему мы не смотрим на мир ислама. И мы это в свою кажущуюся вроде бы ошибку пытаемся как-то исправить. Главное Богу всемилостивого Иосифового. Тема, которая была предложена, но прежде всего хочу поблагодарить за это любезное приглашение, за возможность выступить. Прежде всего Алексея, который всегда на связи. И я очень рад этой возможности. Считаю, что эта площадка является одной из наиболее значимых площадок в московском пространстве. Поэтому я постараюсь, но кратко, не особо утомляя, поделиться своими взглядами на такую тему, как Россия и Тихоокеанство. Сразу скажу, что Тихоокеанство будет здесь служить как бы такой отправной служебной ступенькой для подскока. Прежде всего потому, что у меня есть большие вопросы к самому представлению, к самому термину о Тихоокеанстве, который должен отвечать на какие-то вопросы, проблемы, быть вызовом атлантизма и так далее. Я в такую функцию Тихоокеанства, безусловно, не верю. И начну с того, что в 80-е годы прошлого века, совсем недавно, была выпущена довольно скандальная и нашумевшая книга небезызвестного Жан-Жака Тари, который был советником Миттерана, а потом резко стал банкиром и директором Европейского банка развития, которого, правда, потом немножко турнули за перераскоп денег на ремонт его офиса в Лондоне, но это к делу не относится. Книга была очень интересная и скандальная. Вообще, Жан-Жака Тари, подобно его соплеменнику Деррида, поскольку и Деррида знаменитый Жан-Жака Тари, оба бароканские евреи, получившие образование во Франции. Жан-Жака Тари выпустил одну из своих восьми книг «Горизонты 2000-го». Там он описывает общество будущее, в котором не существует национальных суверентиров, не существует устойчивых семей, не существует устойчивого места жительства, по земле движутся потоки мигрантов, гонимые поиском рынков рабочей силы. Они снабжены искусственным яд, то есть чипом, который заменяет им паспорта, кредитные карты и так далее. Их основное пристанище – это мотель, и их религия – это нарциссизм, поскольку индивидуализм этих странных существ, ползающих по земле в поисках работы, это вот последнее, что у них осталось. Но дело не в описании этих людей и их бессмысленного существования, а в том, что он говорит о том, что «мне самому не нравится описываемое будущее, но оно будет, и оно, самое главное, имеет религиозный смысл». То есть то страшное, ужасное будущее, которое вас шокирует, я правдиво описываю, как оно будет, это вот имеет смысл религиозный. И дальше он говорит, что не останется никаких реальных суверенитетов, никаких геополитических центров, а будет две громадные зоны. Одна Атлантическая, а другая Тихоокеанская. То есть это будут крупнейшие зоны влияния, крупнейшие площадки, по которым будут перемещаться вот эти потоки безродных, сорванных с места, решенных корней, полуанонимных существ. Ну, сразу можно сказать о том, что это уже, вот, некоторые, так сказать, некоторая постановка проблем о том, что такое атлантизм и тихоокеанство, и реально являются ли они оппонентами друг друга. Потому что в видении Атали, естественно, ситуация, даже об этом не надо специально как бы говорить, она исходила из того, что уже существует, уже установлено и действует на Земле глобальное мировое правительство. А у него есть две зоны, Атлантическая и Тихоокеанская. На самом деле, конечно, можно было бы все это занести на счет, так сказать, незадачливого футуролога, которого можно слушать, можно не слушать, тем более, что его биография дает некоторые, так сказать, поводы для сомнения в его аутентичности как личности. Но, тем не менее, мы видим, что очень многое из того, что этот человек сказал в далеком 80-м году, на самом деле близко к исполнению или уже сбывается на наших глазах, потому что, а, такие зоны де-факто существуют, б, мы являемся свидетелями формирования мирового правительства становлений, причем не то мировое правительство, о котором говорят консервированные, о котором говорили там Нивус, Крушеван, какие-либо там охотнорядцы там шептали о каком-то таком сионистском заговоре. И это реальное мировое правительство, в котором Распуссен, Кэтри Нэштон, это правительство, которое включает в себя абсолютно денационализированный аппарат Евросоюза, денационализированный аппарат ООН, массу всевозможных неправительственных фондов и организаций, в которых сидят крайне влиятельные люди с титулами, иногда без. И эта структура сегодня ведет борьбу в Ливии, в Сирии, в других местах за ликвидацию национальных суверенитетов, которые являются помехой для этого мирового правительства. Поэтому достаточно упомянуть вот эти моменты, чтобы понять, что горизонты 2000-го – это не такая уже дешевая бульварная книжка, которую можно выкинуть сразу в мусорную корзину. Более того, есть другие вопросы по поводу тихоокеанской концепции тихоокеанцев, потому что в предпосылках, которые связаны с дискурсом уважаемого клуба ВИИЯ, негласно исходятся из той модели, что тихоокеанство завязано на Китай. А это не факт, потому что Китай никогда не был тихоокеанской страной. Он является страной материковой, евразийской, а не океанской. Само тихоокеанство, оно контролируется в 19-м, 20-м и в нашем начале 21-го века, оно контролируется Соединенными Штатами. Но как бы были и у России претензии в свое время на то, чтобы быть тихоокеанской державой, но поскольку Россия тоже фундаментально материковая страна, она вынужденно сдала Аляску и Русскую Калифорнию, и после этого невозбранно, совершенно невозбранно, Соединенные Штаты полностью узорпировали тихоокеанскую тему. Более того, я скажу, что Соединенные Штаты – это двуликий ярус. Они выглядят, как империя, так сказать, одна в себе, ну просто с двумя берегами – на Тихий океан и на Атлантический. Но на самом деле есть два внешнеполитических лика Соединенных Штатов. Соединенные Штаты есть в его, в их, точнее, тихоокеанском проекте и направлении, и Соединенные Штаты есть в Атлантическом проекте и направлении. И эти тенденции реально совершенно зафиксированы на протяжении всей истории Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, они имеют как бы одну стрелку выхода на Европу, которую они изначально после освобождения от Великобритании стремились покорить и поставить под свой контроль, что они сделали в 45-м году. И другая стрелка из Соединенных Штатов указывает на Тихий океан. То есть это противодействие России, это противодействие Тихоокеанским странам, особенно в лице Японии в свое время, и постановка Японии под контроль тоже после 45-го года. Это война за Филиппины в начале 20-го века. То есть это превращение ряда территорий Тихоокеанских в территорию Соединенных Штатов, то есть откровенная такая аннексия. То есть ряд моментов, которые свидетельствуют о том, что реально Тихоокеанской страной являются Соединенные Штаты. Таким образом, когда мы говорим о будущем России, о проекте для России, мы не должны обманываться вот этими геополитическими яркими этикетками, брендами. И это направление и то направление являются не более чем сценами для маневра и для игр глобального мирового правительства. Глобальное мировое правительство, которое формируется на наших глазах, и которое, я думаю, через достаточно краткий промежуток времени, может быть, в течение поколения, превратится в совершенно привычную силу, привычный феномен, который будет подавляющим большинством населения, оцениваться как, ну, так сказать, вот, допустим, как мы сегодня воспринимаем самолеты, которые еще наши прадеды воспринимали бы как чудо, как мы воспринимаем ООН, которая в 19 веке показалась бы совершенно чушью и невозможностью, и так далее, и так далее. Это не значит, что мы должны соглашаться с глобальным мировым правительством и каким-то образом ложиться, как принято сейчас говорить, под него. Нет. Мы должны бороться с ним. Бороться самым шестоким и беспощадным образом. Но каким? И кто будет бороться? И какие для этого есть ресурсы и возможности? Для этого необходимо провести краткий обзор, собственно говоря, тех идеологических предпосылок, которые могут быть мобилизованы в противостоянии этому мировому правительству. Прямо скажу, что России в этом вопросе принадлежит роль номер один. Но здесь, в тех вопросах, которые были мне предложены, сходу пессимистически отмечаются гандикапы на пути осуществления такой самостоятельной роли России. То есть правящая элита не является российской, демографическая ситуация не позволяет создавать автономный региональный рынок, отсутствует проектная идеология, территориальная целостность под угрозой. Сразу скажу, что мне кажется очень странным вот это перечисление этих тезисов, как указание на какие-то фундаментальные, встроенные несовместимости современной России с потенциалом быть страной номер один в противостоянии мировому правительству. Потому что российская элита не является российской. Ну, гнать ее к чертовой матери. Демографическая ситуация не позволяет развернуть рынок. Вот так откройте ворота для миграции людей, людей, которые калибруются при выезде с определенной установкой определенных норм для этого, так сказать, типа приезжающих, которые будут составлять мощное внутреннее пополнение человеческого ресурса, как это было в 20-е годы в молодом Советском Союзе. Нет проектной идеологии. А чем мы занимаемся? Мы ее формируем. Дальше, чего тут у нас еще нет? Так. Ну, территориальная целостность под угрозой. Территориальная целостность, естественно, под угрозой, потому что это производная от того, что нынешняя российская элита не является российской. Но если провести необходимые мероприятия по изменению, скажем, состава правящего класса, то и проблема территориальной целостности может эффективно рассосаться. Я должен сказать, что с моей точки зрения, а моя точка зрения, условно моя, это точка зрения на самом деле гораздо более серьезных и влиятельных инстанций, для которых я выступаю просто рупором. Она заключается в том, что главный специфический атрибут России, который делает ее уникальной страной, это именно ее территория, в ее реальном виде, в ее целостности, от Балтийского моря до Сахалина. Объясню почему. Эта территория называется условным названием Борея, не Гиперборея, а которому, коему название, может быть, так сказать, имеют, ну, как бы, знакомство с ним те люди, которые занимаются традиционализмом, читали Вирта и там других традиционалистов, не Гиперборея, а именно Борея, как истинный север. Как истинный север эта территория особым образом позиционирована по отношению ко всей геополитической территории, занимаемой остальным человечеством. Здесь не действует закон Дхармы. Именно в силу близости к той оси, через которую эта фигуральная Дхарма проходит. Я напомню, что Дхарма на санскрите означает просто шест, ось или древко, откуда берется ее второе значение, второе значение этого слова – закон. То есть, Дхарма есть не что иное, как ось мира, которая одновременно является законополагающей такой вот центровкой онтологической реальности. Ну и в физическом мире ось, естественно, проходит через земной шар от южного полюса к северу. Россия, располагаясь в непосредственной близости от этой физической и символически представленной точки Дхармы на нашей планете, она является, в силу неких фундаментальных парадоксов проявления скрытого, она является как раз зоной, где действие Дхармы минимально. То есть, это территория высокого метафизического беззакония. Что значит метафизическое беззаконие? Это значит, что сатана на территории России имеет наименьшую власть. На первый взгляд, это может показаться странным. Как так? Как это сатана имеет на территории России и наименьшую власть, когда мы видели столько ужасов, мы знаем в истории сколько ужасов на территории России, и нашествия, но некоторые воспринимают его как благо, Батыева нашествия, и смутное время, и гражданскую войну, и Булар, и все такое, и что вот именно все эти моменты, они как раз в глазах либеральных, скажем так, людей, основанных, чье мировоззрение ориентировано на комфорт и покой и тишину, это как раз все признаки ужасов, ада, сатанизма и так далее. Нет, это не так, потому что какая-нибудь Новая Зеландия или Швейцария неизмеримо ближе к сатане, чем Россия, именно в силу того, что там господствует закон Тхармы, который выражается в том, что человечество, живущее в данных тихих уголках, является простым отражением архетипа своего хозяина, который, так сказать, в зеркале поднимает руку, а отражение поднимает руку вслед за ним, опускает, отражение опускает руку вслед за ним, то есть есть неразрывная связь между архетипом, оригиналом, и его отражением. Но мы немного забегаем вперед. В России беззаконие существует как проект свободы в ее третьем определении. Россия это проектная опорная страна, без которой противостояние мировому правительству невозможно. Но кто будет противостоять мировому правительству? С моей точки зрения существует, и я не раз об этом говорил, так что это может выглядеть как некоторое повторение, на сегодняшний день четыре основных клуба. Клуб традиционалистов, которых здесь принято называть роялами, клуб либералов, классических либералов, которые выходят своими корнями в британский сенсуализм, в людей свободных профессий, составивших политическую силу 18 веку. Клуб радикалов и четвертый угол это огромная масса молчаливого большинства. Это мегаполисная пыль, это население больших городов мира, которые вырваны из своих медвежьих углов, где они жили по заветам дедов и прадедов и перемещены в пространство, где какая-нибудь Опра или Ксюша Собчак внушает им новые представления о том, что должны и не должны. И они, поскольку они, так сказать, бессознательно, подсознательно находятся в абсолютной оппозиции тому, что они видят по телевизору ежедневно, они накапливают гнев, но молчат, потому что средства самовыражения неходняты. И три других клуба радикалы, либералы и роялы или, как я говорю, традиционалисты ведут за них борьбу. Так вот, сегодня на повестке дня упрощения этой игры. Либералы уходят. Либералов разгромили неолибералы, менеджеры нового поколения, которые пришли в политику 80-е и 90-е годы, они просто сожрали этих либералов. Либералы, как таковые, они ведут альергардные бои. Но четвертый угол, молчаливое большинство, оно самостоятельным игроком и не являлось изначально. На повестке дня только радикалы и традиционалисты. Традиционалисты стоят за мировым правительством, которые мы видим в лице мировой международной бюрократии на наших глазах, они оформляют прозрачность мира для себя сквозь снимаемые ими с повестки дня национальные суверенитеты. А радикалы, они тоже имеют частично совпадающую с традиционалистами повестку дня. Сшибить секулярных харизматических лидеров диктаторов в тех национальных разделенных на национальные квартиры зонах, где они десятилетиями боролись против Каддафи, Асада, Зиналабдина Бенали, Бубарака и так далее. Они хотят их сшибить. И оказывается, что совпадает повестка дня. Но она совпадает на очень маленьком отрезке и на очень недолгое время, как показывает практика убийства посла США. В Ливии бои тех же самых людей в Мали с французскими силами, бои тех же самых людей в Сомали опять же с французскими силами, поставление Джабхатан Нусра в Сирии в список террористических организаций, хотя это ядро антиасадовской оппозиции, которую будто бы на словах поддерживает Запад и так далее. То есть ситуация диалектична. Есть радикалы и есть международная бюрократия, которая является авангардом мирового правительства, за которым стоит клуб традиционалистов. Они находятся в сшипке, но это диалектическая сшипка, потому что не сняты еще к концу игры и гонщиками с доски все фигуры, которые надо устранить, быстро разменять пешки, с тем, чтобы остались друг против друга корольства с одной и с другой стороны. Так вот, главной силой борьбы против мирового правительства будут являться мировые радикалы. Не только мусульмане, но политический ислам является точкой сборки и религиозно-объединительным стержнем этой мировой борьбы. Но, как известно, и как писал тот же самый Девятов на эту тему, каждый проект нуждается в опорной стране. Без опорной страны проект не работает. Какой же может быть опорная страна для проекта радикалов? Дело в том, что сначала, конечно, надо в двух словах сказать, что такой проект радикалов. Если традиционалисты знают на платформе, что что внизу, то и вверху, то есть аналоговый символизм, нижний мир является простым отражением мира верхнего, символическим его отражением, ну, либералы, как известно, знают на платформе, что наша ближняя жизнь единственная, и в ней надо хорошо и вольно и, так сказать, комфортно пожить, то радикалы стоят на платформе, что в основе антологии лежит фундаментальная несправедливость, которая должна быть исправлена. Эта идея идет против известной кантовской идеи, что наш мир есть наилучший из миров, известная теологическая идея, что Господь Бог мог создать только наилучший из всех возможных миров, что существование, в котором мы находимся, оптимальное, то оптимальное, и так далее. Гегель на эту тему много таких оспариваемых вещей сказал, что действительно то разумно и прочее. Но это все теология не радикалов, это не радикальная теология. Радикальная теология говорит, что Всевышний создал бытие как площадку, на которой должен действовать его божественный дух, частица которого вложена в адаму, который должен бороться с этим бытием от имени своего создателя, от имени хозяина этого святого духа, и победить это бытие, что является его закрытием, и переформатированием всей реальности, когда будет новая земля и новое небо, то есть конечность истории, которая состоится только после того, как будет реализован прорыв, то есть создание того, той как бы энергетической массы наступления на бытие, в результате которого неизбежно произойдет сверхъестественное вмешательство Творца с тем, чтобы эту тему закрыть и как бы открыть совершенно новую главу. Мы знаем, что это сверхъестественное вмешательство выражается в приходе Мессии и Иисуса, которого ждут христиане и мусульмане вместе, и в приходе Махди, который является ведомым от Всевышнего и который является вождем в битве с Антихристом. Итак, проектная идеология должна быть идеологией радикалов, которая, собственно говоря, есть не что иное, как переосмысление старой коллизии отношений раба и господина. Собственно говоря, вся история есть не что иное, как борьба интерпретации двух этих полюсов раб и господин, борьба за интерпретацию этого, кто есть раб и кто есть господин. Гегель дал гениальное определение, распределение ролей и их сущностную укорененность. Господин это тот, кто смотрит в смерть, господин это тот, кто смотрит смерть им в глаза и принимает ее. Раб это тот, кто боится смерти, отворачивается от нее и пытается исключить ее из своего сознания таким образом, что она должна прийти и взять его с затылка. Она все равно приходит, но приходит за ним, как сокол приходит за зайцем, который удирает от него по отцелению. господин и раб это разные позиционирования по отношению к смерти как к центральному факту, смерти как конечности человеческого существа. Эта же конечность является главным вопросом смысла и справедливости. Что такое смысл и справедливость? Смысл и справедливость есть конечность бесконечного, то есть конечность ложного и бесконечного, конечность антологии, конечность числового ряда, конечность бессмысленно пустого вакуума, конечность бессмысленно и пустой длительности, которая завершается взрывом, триумфом и тем, что называется эрайгнес по-немецки, событием, свершением. Так вот в этом контексте радикалы являются интерпретаторами отношений раба и господина на новой основе. Если всю дорогу доминировало понятие о том, что господином является жрец всего причастности к духовным тайнам, а рабом является всякий, кто не является жрецом в конечном счете, то в радикальном видении господином является тот, кто способен пожертвовать жизнью. в любой момент во имя смысла и справедливости, которые являются окончанием пустой длительности. А рабом является тот, кто не принимает этой идеи, потому что жаждет жить в бессмысленном комфорте, как бы погрузившись в некую бессознательность относительно времени, до тех пор, пока коса его не пожмет. Россия является опорной страной радикального проекта именно в силу своей близости к этой оси, сатанинской оси, потому что бытие выстроено специально как вызов Святому Духу. И Россия близка к этой сатанинской оси, в ней существует особая тень благодати, которая не дает дхарме управлять судьбами и законами в этой стране. Сколько бы здесь не наштамповали законов, а по этой ледяной пустыне все равно будет бродить лихой человек с топором или двуствором. Поэтому следующий этап, я уже подхожу к некому завершению. Конечно, мы далеко ушли от темы Тихоокеанства, но я думаю, вы понимаете, что это было мотивировано тем, что с моей точки зрения Тихоокеанство есть не самостоятельная категория, а лишь некий геополитический бренд в игрищах мирового правительства, но, во всяком случае, той закулисы, которая называется официальным мировым сообществом. Атлантическая площадка, Тихоокеанская площадка, АТР, НАТО и так далее. На самом деле Россия является страной, которая противостоит этому и этому. Почему? Потому что на западе Рим, как царство зверя, которое лезет из бездны, а на востоке Шамбала, подземное государство, императора Калачакры, который является на самом деле подлинным антихристом, и выход которого и будет приходом антихриста, ибо антихрист это царь мира или князь мира сего. Но не надо путать его с тем сатаной, с крыльями и рогами, которые обычно представляются в религиозных комиксах. На самом деле великое существо, которому поклонялись якобинцы, масоны, иллюминаты и другие, это великое существо, полное света, это темница, это Люцифер, это Тьер Ти Жень, сын земли и неба, человек, который стоит между метафизическим небом и метафизической землей. Он есть то существо, которое отказалось повиноваться Богу и поклониться Адаму. Он полон света, гармонии и красоты, но это все антологический вызов сознанию, потому что есть дихотомия бытия и сознания, на одной стороне сознания, которое является присутствием Всевышнего, на другой стороне бытие, которое прекрасно, гармонично, но бессмысленно и как некое бесконечное утверждение внутри себя ложно, его надо разоблачить. И все человеческое сообщество является ничем иным, как опрокинутый в зеркало нашего мира тенью этого великого существа, коллективным представительством великого существа, против которого постоянно выступает малый отряд избранных, призванных к разоблачению и к завершению истории во имя победы Святого Духа, во имя торжества сознания над бытием. И Россия в этом является инструментальной, потому что она представляется в распорку между Римом и Шамбалой. Шамбала, которая сейчас находится под контролем китайской народно-освободительной армии, то есть вход в Шамбалу на Тибете. Туда, как известно, постоянно рвались западные масоны. В Лхасу в 1902 году вошла британская армия. Туда ездил Свен Ге Дим, который дружил с Гитлером. Туда Гитлер посылал свои лучшие такие экспедиционные группы альпинистов, полностью осведомленных о всех таких вот тайнах такого инициатического порядка. Но ни одна из этих групп не вышла, кстати говоря. Вот. Постоянно Запад стремится через Россию, через транзит к Востоку овладеть этим путем. И этот транзит, этот транзит будет концом духовных надежд человечества, когда Рим соединится с Шамбалой, это будет крах и крушение. И поэтому транзит НАТО, кстати говоря, в Афганистан является одним из шагов в этом направлении, потому что НАТОвский контингент в Афганистане никакого отношения не имеет ни к чему, кроме этих сакральных целей. Там нет нефти, там нет газа, там базы, которые можно создать, они уж не такие как бы грозные для большой России, для большого Китая, но это близко к Шамбале, Афганистан близок к Шамбале, это шаг зверя из бездны туда навстречу с подземным императором и Россия противодействует этому бессознательно, потому что это ее историческая миссия. При Брежневе и при Путине она все равно, они может быть если бы сдали, они бы завтра сказали вот вам транзит, уже сказали транзит НАТО, но Россия она как бы не слушает своих правителей, не слушает свою нероссийскую элиту, а продолжает быть распоркой. И союз России с радикалами он является неизбежностью, потому что Россия родина радикализма. Степан Разин, ушкуйники, народники, эсеры, большевики и союз с радикалами исламистами он тоже является повесткой дня сегодняшнего, потому что либо мировое правительство торжествует и мы как не рождались, мы с вами как будто не рождались, нас как будто не было. Все наши дела, все дела наших предков, они перечеркнуты, они обессмыслены. Либо же мы будем сражаться до сотного дня, мы будем сражаться с мировым правительством до тех пор, пока не придут Махди и Мессия, которого мы ждем вместе с православными. и тогда мы одержим победу и увидим новую землю и новое небо. Спасибо. Друзья мои, о чем вообще идет речь в этом учебном году в нашей школе здравосмоса? Речь идет о кризисе будущего. И все основные докладчики так или иначе соглашались с тем, что тот кризис, который на дворе, он там выражается в разных гранях, как кризис финансов, кредита, а по существу является кризисом будущего. Поэтому наши, значит, руководители задали тему, которая называется Россия и Тихоокеанство. Почему? Потому что все то, что было в устоях сознания, в координатах, так сказать, того, той логики рассуждений, это все было как-то завязано на библейско-средиземноморскую традицию, как-то это все в последнее время подводилось под имя атлантизм. А то, чего не было, то есть будущее, которое грядет, вдруг нашими руководителями, значит, видимо, методом божественного откровения было названо Тихоокеанство. Тема сегодняшняя была сформулирована как Россия и Тихоокеанство ракурс на ют. И тут я выступаю с позиции небополитики, а наши докладчики, они все говорили с позиции академической геополитики, а мы не в политике, это художественная самодеятельность, мы за вами нет громких имен, толстых книг, каких-то систем, философских взглядов, даже каких-то религиозных построений то под небополитикой нет. Вот прыщ какой-то, который на теле здорово вдруг возник. И эти небополитики сказали, что надо сделать для того, чтобы выйти из кризиса в будущее. Потому что певцы кризиса они все рассказали. Но никто не рассказывает о том, как же выходить из кризиса для того, чтобы, ну, по крайней мере, это положение после кризиса было достоинным. И мы нагло, есть другое слово, дерзнули сказать, как это будет. И сказали, что надо сделать. Надо взять и этот дискурс, вот библейско-срединоморский дискурс, вот это вот все взять и сдвинуть. Куда? И вот я вам сейчас скажу, куда я специально надел китайскую курточку. Почему я это сделал? Потому что юг или ракурс на юг с позиции библейско-срединоморской в атлантизм это не что иное как авраамическая традиция. Это не что иное как значит вот Авраам, Исаак и Иак. Это не что иное как египетский плен этих самых значит колен Израилевых. это соответственно фараоны там фараон Сын Солнца. Это значит Вавилонский плен этих колен Израилевых. А там значит Халдейская Мудрость Науходоносор Пророк Даниил и все то что в конце концов можно подвести под то что называется рационализм. Под дихотомию. Под это деление на два. Под то что называется прогресс. А прогресс это линейное поступательное движение. и именно этот прогресс и уткнулся в пределы роста. Если мы помните говорили про экономику то еще римский клуб сказал что ну да вот пределы роста чего расширенного с производства а это что рост 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 это судный процент. Итак кризис то находится где в библейско средизноморском мире это кризис рационализма а что есть другое а другое можно выразить следующими словами учитель сказал если сегодня познал великое дал завтра можно умирать вы что нибудь услышали рядом с тем что господин это тот который смотрит глаза смерти а раб это тот который значит боится смерти учитель сказал если сегодня познал великое дал завтра можно умирать ученик спрашивает учитель учитель а что такое великое дал учитель задумался ударил ученика бамбук и палкой по голове и заговорил о своем чувствуете разницу между всей той пафосностью доказательств где мир разделен на свет и тьму и заговорил о своем о чем же он заговорил а он заговорил о том что есть сын неба не путать с сыном солнце и этот сын неба олицетворяет некоторую космическую неземную не мир не царь мира космическую какую-то такую целокумность где собственно говоря нет прогресса где есть перемены перемены в цикл тут я должен вам привести самое начало восемьдесят девятый суры Корана который называется Закон она гласит клянусь восходом клянусь закатом клянусь десятью ночами клянусь четом и нечетом вот это самое клянусь восходом и закатом эту цикл десять ночей свет космоса черный а десять это предел натурального числа а чет и нечет так вот этот западный мир библейский мир атлантизм это чет а этот космос чет это то что делится пополам а этот космос который пополам не делится где бесконечные дроби где иррациональное это как раз там где великая дама которая умом исчислить невозможна которая может каким-то образом только сердцем уловить а если сегодня познал великая дама завтра можно умирать почему выполнил функцию итак мы находимся в кризис мир находится в кризис кризис в общем этот кризис это кризис западной цивилизации это кризис прогресс выход из кризиса поступательного движения естественным ходом вещей это переход во вращательное движение и мы и бестолковые политики И еще года три на глобальном форуме стучали глотки о том, что надо стратегии переводить в архи-стратегии. А архи-стратегия это переход поступательного движения вращательного, возвращение на круги своя. То есть уход из рационализма, линейности, уход в перемен. Кто это должен сделать? Это достойный выход из кризиса прогресс. Это должна сделать власть. Власть как политика. Но в политике, в нашей политике, господство и дискурс, как библейский. И концептуальная основа всего того, о чем говорят все умники, они не выходят за пределы этих констант сознания. Ну а что, собственно говоря, про власть можно сказать с позиции Тихоокеанцев. Почему Тихоокеанцев? Потому что западный ракурс, вот ведь даже западный ракурс вы слышали, это от Балтийского моря до Сахали. Тихоокеанский ракурс, это от Тихого океана до Волгу. Вся разница евразийства, это от Балтики до и от Тихого океана до. Итак, вот это от Тихого океана до Волгу. Это то, что было в той орде, которая в 13 веке называлась единым государством, и его, китайское слово, и единое его государство. Вот от Тихого океана до... Ну оно даже до Атриатики было, но фактически потом, значит, с Золотой Ордой осталось здесь. Так вот, принципы ордынской власти, они противоположны римско-византийству. Что же это за принципы? Ну, я о них чуть позже скажу. Обращу внимание, что именно на ордынских принципах Петр I, великий западник, создал империю, российскую империю, которая по территории полностью накрыла Золотую Орду. А аватар Чингисхана Сталин на этих же принципах создал социалистический лагерь, который накрыл уже не только Золотую Орду, а все, что называлось Хамат Мангулуус. То есть вот это единое государство. Игл. Так вот, что же эти за принципы? Их пять. Первый принцип это надзаконность. Заметьте, римский, византийский, это, значит, диктатура законов. Это надзаконность. Надзаконность, она же не конституционность, она же культ личности. Ну, как она выражается? Вот у нас нет конституционного органа, администрации президента, а там все решают. Надзаконность это, почему? Потому что Русь святая, у нее там какая-то оставалась законность в виде русской правды. А хан дал ярлык, и в связи с этим вот эти, значит, племена, или там, значит, княжества, они воспринимали высшую власть, как надзаконность. Ну, и надзаконность это произвол. Почему? Потому что от воли царя зависит и внутренняя и внешняя политика. А все остальное декорации, которые нам подарили, значит, из римского права, вот, и там что-то, выбор какие-то, значит, так далее. Автосубъектность, это второе принцип. Это власть сама себе голова. Ну, что значит сама себе голова? А то, что она не ищет никаких оснований, вот, и это проще всего выражается в том, что она сама себе назначает приемник. Вот, заметьте, у нас недавно, значит, один наш, значит, президент назначил себе одного приемника, потом этот президент назначил другого приемника, потом он назначил опять сам себя и так далее. Вот это автосубъектность. Остальное все декорации. Вот это римское право, все декорации. Дальше чрезвычайность. Чрезвычайность, это авось и аврал. Власть не вмешивается в то, что происходит на местах, авось сама рассосется, а потом, значит, устраивает аврал всем миром, значит, там, что-то, значит, ликвидируется. Дальше это контроль над людьми, а не над территорией. И в данном случае это ордынский способ управления. Почему? Потому что вот это через полосицы европейские, там, значит, какие-то муниципальные образования. Вот. А всегда, так сказать, эта власть была крепкой, когда опиралась на контроль над людьми. А люди, и вот эта власть, которая над людьми, это соединение власти с ячейкой производства, а не территориальной. И, значит, как только территориальные, значит, деления, так, значит, местничество и пошло, 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 все, пошло. Ну, и опоры на служилых, а не на, значит, собственников. Это основное, значит, отличие ордынской системы власти. И в данном случае, значит, служилые это те, которые, собственно говоря, кроме власти ничего не имеют. И, собственно говоря, значит, вот бояре были большими собственниками, чем дворяне. Дворяне, значит, были большими собственниками, чем чиновники. Ну, и Сталин довел до того, что у номенклатуры была власть и потребляли они строго по чину. Поэтому никакой, собственно говоря, коррупции не было. Ну, и там, где служилые, там, значит, опоры на духовные, а духовные отчуждаются коллективно, поэтому может, так сказать, быть и без собственности. А материальные отчуждаются, так сказать, индивидуально, поэтому в свой карман, там, туда-сюда, значит, коррупции, так, 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 так. Значит, и самое интересное, что вот этот чингизитский принцип власти, он следующий. То есть, вождь сам выдвигает себя и тянет за собой свою команду к вершину власти. Тогда как византийский способ, это какой-то сильный клан выдвигает своего представителя на вершину власти, там, где тот его и представляет. Если вы не забыли, у нас недавно был тандем. Вот этот тандем точно, значит, соответствует вот этим двум принципам. То есть, один глава тандема, ну, в этом византийстве, значит, две головы, значит, одна голова, значит, сама за собой тащила свой, значит, свою команду, а другая голова была выдвинута сильным, значит, кланом. Ну, и это все расходится с чем? С тем самым архетипическим, находящимся, так сказать, в душе народов русского и нерусских народов России, о том, как должна быть устроена в идеале система правления многонационального государства. А идеал назывался «Белый царь правды», «Хозяин земли русской». Или то, что, значит, в Писании царь Салима в чине Мельхиседека. Салим – это тот же самый СЛМ, муслим, вот, ислам, так-так-так-так-так-так-так-так. То есть, там можно перевести как правда, а в чине Мельхиседека – это в одном лице военная, духовная и, значит, светская власть. В отличие от римского права, представительная, законодательная, там, и какая-то судья. Вот такой должен быть архетипический образ этой власти. И в связи с тем, что то, что есть, расходится с этим образом, значит, нерусские народы в обиде, они, значит, там, что-то, значит, выступают, как-то им не нравятся, а русский народ, значит, пьет горько и тоже как-то, значит, не очень эту власть, значит, уважает. Почему? Потому что она расходится с тем, что у него генотипы в Римхиседеке. Но белым царем правды может быть только в одном случае, если ты, значит, имеешь концептуальную самостоятельность. И еще там Аристотель сказал, что нет ничего лучше для народа, чем, значит, просвещенный диктатурой, там, тиранина. Вот. И когда этот тиран имел концептуальную самостоятельность, тогда все замечательно. А как тот попадался в какая-то слабая личность, то это все приводит к не очень хорошему результату. Вот, значит, если концептуальной самостоятельности нет, а ее нет, там, в коридоре власти, ее нет, тогда византийский способ управления через разводку. Эта разводка, собственно говоря, производится тем, кто хоть чего-то понимает, чего хочет. То есть у кого есть проект. Поэтому и тандем, это разводка. А концептуальная разводка, она совершенно, значит, очевидна. Это разводка между Валтайским клубом, где, значит, собрались универалы, значит, монетаристы, там, да еще там, совет по оборонной внешней политике. Рюргенс недавно с нами беседовал, он из Валтайского клуба. И изборский клуб, вот, это вторая половина, значит, в этой разводке. Тут, значит, собрались патриоты, значит, экономика, такая, значит, государственного, какого-то такого директива управления, глазевцы-то, значит, пугинцы, все вот это, значит, так вот. А кто их разводит? Концептуально кто разводит? И это очевидно. Помните, когда начался, значит, всплеск народных движений? Сначала у нас была Болотная площадь, потом, значит, еще какая-то Сахаровская, а потом вдруг, значит, была организована, значит, поклонная гарра. Кто это делал? Это делал коллега Кургиня. Он там самым главным был, потому что, Валтайский, вот, 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 вот. А до этого он что делал? Суд времени, значит, приговор времени, значит, теперь суть времени и исчез. Вот как только исчез коллега Кургинян, тут сразу же появился Сборский клуб. Поэтому разводила, концептуально разводила, это коллега Кургинян. А что концептуально разводила коллега Кургинян предлагает в качестве выхода из кризиса? А он сам об этом постоянно говорил. Значит, у него там какая-то картина. Вся эта картина двоичная. Вся эта картина в прогрессе, значит, модерне. Значит, слева у него там, значит, конец истории, справа у него там какая-то война цивилизации, сзади у него какой-то контрмодерн, а сам он впереди, смелко быть, ну, сверхмодерн должен был. То есть, то, чего нет и никогда не будет. Почему? Потому что этот самый прогресс уперся в пределы роста, и этот самый прогресс находится на переломе космических эпох. Имеющий глаза да видит, надо переходить в перемены, в вращательное движение. А коллега Кургинян говорит, нет, продолжаем идти вперед в сверхмодерн. Ну, это опять западность такая, какая-то есть. То есть, вот выхода опять не видит. Дальше. Что такое Валдайский клуб? Ну, что говорил нам, значит, Юрий. Вот здесь. Это же удержание том, что есть. Удержание либерализма. А что нам рассказывает этот сборский клуб? А вот Хазин тут был, значит, назад, в прошлое. Красный проект. И ни тот, и ни другой не говорит о будущем. О будущем будет коллега Кургинян, вперед, сверхмодерн. Но его не может быть, потому что продолжение, значит, прогресса, он переломился, потому что переломок. И тут возникает, значит, из художественной самодеятельности не в политике, говорят, что выход есть. Называется он новая орда, повторившаяся в цикле. И эта новая орда, повторившаяся в цикле, может, в отличие от той движущей силы, которая была в прогрессе, эта борьба, предположенность, диалектика, может строиться на основании гармонии. А в гармонии есть место, гармония это там, где не два, а по крайней мере три. По крайней мере три это. Слаженная соразмерность неравновеликих частей. Неравновеликих, там-то в гармонии, в этом там баланс и противовес. А тут неравновеликих частей, которых по крайней мере три, ну может быть и пять, и семь, там Фибоначчи, эти все. Все это есть в математике. Там есть место в гармонии и Юргенсу, и Дугину, я имею в виду концептуальные части. Всех туда можно, значит, только их правильно, значит, там нарезать. Ну, он же будет против... он пойдет на борьбу противоположностей, а, значит, что восточные противоборства делают. Мы не будем с вами играть в шахматы. Мы не будем с вами заниматься греко-римской борьбой. Мы будем делать то, что делает мастер Акидо. Акидо мы переведем ваш напор, вашу активность, каким образом, подавшись и вывернув ваш напор, ну, сначала в безопасное, а потом в выгодное нам направление. Это и есть, собственно говоря, разница между поступательным и вращательным. Значит, как это делать в экономике? Ну, я за, значит, пять минут не успею сказать, но в прошлый раз я уже говорил о том, что, значит, в этом обменнике, в этом обменнике, который рост, это проценщики, значит, Мена, это, значит, Ротшильдовцы с обменным курсом. Есть еще и третья составляющая, она называется ценообразование, оценщики, которых, значит, вначале, они же замечательно были при деле, значит, оценивали богатство, пока дискурс был, они были хозяевом дискурса, это Ватикан, он, правда, тогда он назывался, наверное, Ватикан, ну, римская курия. Они же, значит, говорили, что добро, что зло, что грех, что благо. Они индульгенции продавали, смысл времени не должен, то есть нематериальный актив монетизировали. Но тут состоялась реформация, тут состоялись буржуазные революции, буржуины отодвинули, значит, Ватикан отодвинули этих оценщиков, в начале 17 века, значит, вычеркнули вот этот Гудвилл из способа, значит, намерений богатства, осаживания богатства через Гудвилл, через, значит, нематериальных активов. И вот мы до сегодняшнего дня дошли без этого самого Гудвилла. То есть, а, общество должно быть информационным, общество будет какое? Нематериальные будут вопросы главные. Если мы переходим в духовность, там же нематериальные вещи. А чем мерить? Меры нет. Мы долго искали, эту меру не нашли. А дальше у нас совершенно мудрый вот сидит, значит, Забрадовский Николаевич, там он давно книжку написал про природные операционные. Он говорит дальше про соразмерности. А соразмерности там нет меры. В соразмерностях это то, что капитализируется фаза. Это кто первый придет на бегах, на тотализаторе, там ставка там 3 к 7. Они неизвестно сколько, величины нет, а соразмерности есть. И если тот, кто будет знать эти гармонии, а они, эти гармоники, можно построить, кто будет капитализировать фазу, потому что он знает в соразмерности, откуда начинается процесс, тот и будет осаживать богатство. В нематериальное богатство. Тот и станет на выходе хозяином дискурса. И это, вполне возможно, будут русские. Почему? С парадоксальностью мышления. Потому что англичанин, немец, француз со своим, понимаешь ли, аналитическим мышлением, он до этого никогда не додумывается. Он все время будет в мире. Спасибо за это. На самом деле у меня есть вопрос, я хотел бы задать вам господин Жемаль. Значит, вопрос такой. Вы сказали, что вот тут там те тезисы, которые у вас изначально были, вы с ними не согласны, ну, как-то с ним согласились, мы уж слишком там какая-то пессимистическая картина. И при этом сказали, а что там с ритм? Ну, вот надо эту лицу сметать, надо делать. Но если это надо делать, значит, все-таки ситуация такая, что пока этого не сделано, то все-таки картина такая, какая она и есть. И когда вы говорите, что вот там надо сметать или не надо сметать, надо менять или не надо менять, то что же для этого надо делать? Это что, это какой-то революционный, скажем так, подход? Или это какой-то эволюционный, возможно, путь, или это какая-то смена элиты, скажем так, с помощью каких-то других механизмов, которых мы не знаем. Вот если можно, на этом и остановиться. В 1991 году никакой демократической революции не было. Было поражение Советского Союза в Холодной войне, поражение, обусловленное предательством верхушкиной менталатуры, которая пошла на маневр, на финт, потому что выборная часть партийной номенклатуры, такие как Лукьянов, Левячев и так далее, они как бы отступили в сторону, в тень, в запас, выдвинув на передний план референтов, которые были белыми так называемыми воротничками, потому что актив номенклатуры, он делился на две категории. Выборные, как строевые офицеры, там лейтенант, командир взвода, он идет там до генерала строевой, да? Вот, это вот те, которые с освобожденных секретарей шли до политбюро. И такие, как Егор Гайдар, там Явлинский, которые носили папки, были редакторами журнала «Коммунист» и прочее, прочее. Это вот белые воротнички. Их выдвинули на передний план, как западную пятую колонну. Сами встали в некую псевдо-красную оппозицию, а своих детей, племянников и так далее, они устроили компании, созданные под эгидой вот этой вот реформаторской публики. То есть на самом деле произошел некий мошеннический маневр, организованный номенклатурной бюрократии. Никакой революции не было, потому что тот же правящий класс, никто из того, кто был никем, не пришел вновь, а все, кто были кто-то до 1991 года, они в том или ином качестве остались и дальше. Поэтому сегодня мы присутствуем при финальных спазмах, агонии постсоветского номенклатурного олигархического пространства. Но оно корнями своими идет из постсталинской эпохи. Но подготовлено Сталину, потому что именно он создал ту люмпенскую номенклатуру, которая знала хозяина и в бесхозном состоянии превратилась в чудовищную разрушительную силу. Поэтому, конечно же, энергия дальнейшего существования вот этого порядка организирующего, умирающего, в кавычках, совка, который докатывается до своих таких последних конвульсий, эта энергия уже исчерпана. Но, товарищи, господа, когда табуреточник назначает свой ГРУ управлять оборонкой и шесть баб выносит всю оборонку нахрен из Министерства обороны, это финиш. Это уже, значит, приехали. Поэтому я считаю, что вся эта структура, она стоит только потому, что никто ее пальцем не трогает. А в России всегда так. Все стоит до тех пор, пока никто не трогает пальцем. Малейший порыв ветра, но он должен быть извне, потому что Россия так устроена, что пока не возникает очень мощная пертурбация за пределами ее границ, не происходит решительных радикальных львов внутри. Это всегда так было. То есть, Романовы пришли со смутным временем, декабристы пришли после Наполеона, крестьян освободили после Крымской войны, 905-й год Конституции и Дума пришли после Русско-Японской войны, ну и так далее, вы сами все знаете. И только то, что страна была победительницей в 45-м, спасло ее от, опять-таки, революции, хотя признаки этой революции, они имелись уже в 43-м, 44-м, но Сталин пошел на резкую, короткую оттепель в 45-м, в 47-м, на речи Жданова. Но, кто знает, я имею, так сказать, информацию из людей, которые имели тогдашний опыт, они говорили, что в 45-м, 47-м году, после 9-го мая, вплоть до речи Жданова, слово «социализм», «коммунизм» и «партия» вообще не упоминались. То есть, это была абсолютно такая оттепель, которой никаким Хрущевым не снилось. Фильмы шли там, трофейные, британский «Союзник» там, журнал продавался на каждом шагу, то есть, была воля вольная. Ну, в 47-м году внезапно все поехали в ЛАЙ. Вот, но, как бы, было сдемпфировано все, да? Но, сейчас Россия стоит перед лицом мощных потрясений, которые ждут внешний, находящийся за пределами России, мир. Во-первых, стремительно нарастает противостояние с американской бюрократией. Точнее, с космополитическим крылом американской бюрократии, и, точнее так, с космополитами, которые внутри США привязаны к доллару. Там же есть космополиты, которые привязаны к, скажем там, евроситуации, к такому традиционалистскому клубу, откровенно. А тут, вот, как бы, попытка сохранить и космополитизм, и доллар, и американскую империю, как разруливающего арбитра. Вот, именно с этим нарастает непонимание у этой прогнившей купрановской псевдоэлиты, которая сегодня правит Россией. Вот. Кроме того, Соединенные Штаты на проведенскую дня поставили мощное наступление на Китай. А для этого им нужно нейтрализовать Россию, вывести ее из игры, то есть, чтобы она не была союзником Китая, как минимум программа, минимум не была, программу максимум использовать ее в антикитайском раскладе. Это также создает мощные перспективы пертурбаций. Эти пертурбации таковы, даже менее мощные пертурбации таковы, что тот ветхий сарай, который сегодня существует в виде бюрократической системы вертикальной власти, он этого не выдержит. Ну, а население, оно всегда резко откликается на открывшиеся ему возможности. Конечно, есть минусы по сравнению с ситуацией, которая имела место в феврале 2017 года, потому что тогда было 11 миллионов вооруженных мужиков, а сегодня таких вот организованных вооруженных мужиков, прошедших окопы Первой мировой, нет. Но я считаю, что это не решающий фактор, не решающий отличие. То есть, конечно, мы живем, может быть, ну, последний отрезок времени, последний отрезок времени перед тем, как необратимые перемены, они будут происходить, хотим мы или не хотим, но они будут происходить в двух направлениях. Либо страна распадется, как этого хочет Соединенные, как хотят Соединенные Штаты, потому что Соединенным Штатам нужно, чтобы исчезла единая система, кормящая газом и нефтью Европу и Китай. Потому что Европа должна попасть в удар. До тех пор, пока Россия ее кормит нефтью и газом, она как бы, так сказать, брыкается. Представьте себе, что нет России, да, там черная дыра, и Европа тогда должна получать нефть и газ из Ближнего Востока. А там 6-й флот США, который может раз, и лучше, чем иранцы с Сармудским проливом, 6-й флот перекроет вообще любые поставки в европейском направлении. А себе они уже обеспечили ресурсную независимость через сладцевый газ, через колоссальное количество накопленной нефти стратегической и так далее. И что тогда делает Европа? Европа просто перестает существовать как организованное целое, которое там что-то возникает, чего-то хочет от Соединенных Штатов, какие-то права качает, раз и все. Но для этого Россия не должна туда поставлять нефть и газ. Пока она является субъектом права, ее нельзя вынудить. Вот скажи там Путину, Гриллеру, что все, завтра вы не продаете нефть и газ, а они так величайно пожмут, потому что они исходят из абсолютно интересов кармана своего. То есть невозможно их заставить. А вот ликвидировать субъект, все, нефть и газ не идет. И для Китая тоже отрезается это все. Если распадается Россия, то в Сибири возникает политический вакуум. Ну типа, я не знаю, какая-нибудь директория, типа Колчаковская, но Китай не может терпеть вакуум политических сил от себя. Он будет просто вынужден принять какие-то меры по этому поводу. А это уже казус Бельли. И никто не потерпит вокруг Китая, чтобы Китай контролировал огромную Сибирь и Центральную Азию, потому что это будет такое взрывное усиление Китая, что там Япония, Индия, Новая Зеландия, Австралия и так далее, они удавятся, но они не дадут это. А Соединенные Штаты будут курировать эту, так сказать, войну, этого окружения против Китая. Поэтому Россия является ключевым пунктом, существование которого пока удерживает эту ситуацию. Но это ключевой пункт, который вот-вот будет снесен. И тогда есть два выхода, как я сказал, либо это распад, и тогда всеобщее волкодавы вцепляются друг в друга и катаются под ковром и на ковре, либо второй вариант – поднимается мощное революционное движение, которое удерживает по образцу 1917 года единство страны и переформатирует ее на принципиально новой проектной основе. Но эта проектная основа не может быть завязана на идею рынка, прогресса или остановки такового, потому что, как сказал Владимир Ильич Ленин, экономика – это всего лишь служанка и, ну, как-то вот, примерно в таком смысле, всего лишь выражение политики. То есть она обслуживает политику. А политика обслуживает борьбу за смыслы, борьбу за доминацию того или иного типа сознания. Потому что, естественно, история определяется проектами сознания, модусами сознания, которые борются друг с другом, опираясь на носителей в виде определенных каст, скорее, чем классов. Потому что экономические классы – это переходящая вещь, очень эфемерная. А касты, реально касты являются носителями титул сознания. Вот. То есть в России побеждает вот этот радикальный проект, он удерживает страну. И в условиях всеобщего кризиса, в условиях всеобщего хаоса, так же, как и в 18-м году Антанта не смогла навязать свой проект России, то есть вмешаться, потому что после войны она была обессилена, и более того, надо было скорее выводить французских моряков из Одессы, прежде чем они не стали все красными, и даже англичан из Архангельска, так и сегодня, в условиях хаоса, Запад, несмотря на свое физическое превосходство, не сможет вмешаться в революционный процесс в России. А Россия сможет вмешаться во все процессы Запада, потому что 80% мира будут на стороне радикалов, а Россия будет лидером их всех. Она станет лидером 80-90% мирового усилия. Спасибо. Еще есть вопросы? Рашид Галявов, это же гость просто старстан, он редко бывает, и в Сказани. Модель понятна 17-го года, и вы сейчас предъявляете, что вот некий толчок, появится некая новая элита, а в 17-м году была контрэлита большевистская, которая 20-30 лет пестовалась, правильно? о тюрьмах, теория была у них и так далее, и так далее. Сейчас гейм... Во-первых, хочу сразу заплачить исторические мифы, которые являются наведением не зума, а вот некоторым таким взглядом издых. Значит, большевики на феврале 17-го года, им было 10 тысяч человек. Из них где-то несколько тысяч было в окопах и вели какую-то такую малоэффективную пропаганду в полках, а тысячи где-то 3 сидело за границей. У Ленина было, так сказать, вот те люди, к которым он обращался, я думаю, ну в самом лучшем случае, ровно столько, сколько сидит за этим столом, но была девятка такая ближняя, с которыми он спорил нахлепоту. Это очень много людей, на самом деле. Ну, их много, но, между прочим, далеко не все из них сыграли роль. Вот, там, Мартовы, Даны, Даны, они никуда не вошли, они были вот постоянно как бы в аудитории такой, да? Это несколько человек, которые в папиросном дыму до хрепоты спорили о пунктах устава РСДРП, которые нахрен никому теперь не известны, не нужны и вообще не фигурированы, понимаете? Теперь, что получилось, когда возникла эта ситуация? Владимир Ильич Ленин вошел в ситуацию на чистом блефе. Он сказал, есть такая партия. Этой партии не было по факту. Она получила 15% голосов в собрании. Все, о ком вы говорите, что вот были там 30 лет местности, это СССР, которые правые убежали к Толчаку и Деникину, а левые несколько месяцев побылись большевиками, а потом слились в ловкой постановке Саровского Якуба восстания, когда Марию Спиридонова арестовали и, так сказать, всех защистили. Все вся эта элита, которая 30 лет тестовалась, Народники, Нечаевы и так далее, там Пети Верховенский, они никуда не пошли. То есть их расстреляли, размеяли еще до вулага еще, понимаете? А пошли совершенно новые люди, абсолютно новые. Я вам пример приведу. Вот моя бабушка, которая в Южной России провела свою юность в гражданской войне, она преподавала русский язык и арифметику в казачьих страницах, во время как раз вот событий гражданской войны, она лично знала командарма Сорокина, командарма 40-й армии Сорокина, о котором Алексей Николаевич Толстой писал в хорстении, помогу. Вот этот вот командарм Сорокин, который был грозой Южной России, когда он выезжал на улицы Ростова, улицы были пусты, никто не попадался навстречу этому человеку, у которого было кирпично-красное лицо от кокаина и 96-градусного спирта. Так вот он, который был таким в чингизинских традициях, аватаром, кем он был до 13-го года? Телеграфист, который играл романтики, романсы для таких вот девушек провинциальных, в провинциальном городке с пыльной зеленью, вот, абсолютный такой Смердяков, который, вот знаете, там, в этом самом, в беседке с Марией Николаевной, помните, беседы по трекиле на гитаре, когда там, значит, Алексей проходит и слышит их разговор про Наполеона. Вот таким Смердяковым был этот самый. Появился. А кем был Щерц? А кем был Котовский? Фрунзе, ну, собственно говоря, Фрунзе занимался партийной работой. Но Щерц-то точно не к не делам. Котовский вообще был бандит. А все стали героями. А Миронов казах. Все это люди, которые внезапно поднялись. Потому что я говорю, здесь нет хармы. Здесь царит принцип беззакония. Здесь ледяная пустыня. И отсюда поднимутся столько людей, сколько нам надо. То есть из ничего появится? Да. Девятов предлагает вот это увернуться. Может, это сложно. И у меня сначала к вам вопрос. Можно ли нам без войны обойтись в ближайшем будущем? Большая война и избежливость. Другой вопрос. Как она будет протекать? Какие будут основные участники? Где будут проходить основные фронты? Я, например, уверен, что первостепенным перспективным фронтом будущей большой войны, мировой войны, будет фронт евразийский, проходящий в глубинах Азии. Это будет главный фронт. А второстепенным фронтом будет фронт европейский. Потому что война в Европе будет тоже. И там заложен раскол. Но бывший соцлагерь, он будет отменить сторон этого конфликта против Старой Европы. Россия может избежать наиболее тяжелых, наиболее худших испытаний только в том случае, если она осуществит революционное преобразование. Конечно, там тоже будут издержки и тоже будет кровь. Но другая, как говорил Владимир Ильич, мировая война провела, империалистическая война провела моря крови, а гражданские только реки. Поэтому, если мы не пойдем, то есть, короче, если у нас не удастся этот проект, если мы окажемся слабыми, если история нас вынесет за скобки, если весь цикл нынешнего человечества будет перечернут и списан в мусорную корзину, чтобы попробовал кто-то после нас уже совершенно другой, то в этом случае, конечно, Россию ждут очень тяжелые испытания, потому что мировое правительство не оставит эту зону свободы, оно не оставит единую ледяную пустыню с лихим человеком. Это в повестке дня мирового правительства, чтобы не было зон свободы, чтобы не было сечи. А на самом деле Россия должна стать колоссальной запорожской сечью, единой сечью. И должно произойти полное заказачивание населения. И повысится совершенно самооценка и внутреннее самоощущение каждого живущего на территории России. Потому что каждый живущий на территории России должен либо уйти в отстой, либо стать воином. В самом классическом казачьем смысле. Вот. Это неизбежность. Как сделать так, чтобы там было заказачивание в 18-19 году? Какое Россия вышла из 21-го года? Да там все были герои, все были молодцы, все ходили в красные штаны с шашками. А партия хитро начала расказачивать народ. Потому что бюрократы, которые уже тогда формировались, прекрасно понимали, что прямая демократия Советов – это угроза партийной номенклатуре. Наша задача – построить в России прямую демократию Советов. Но с высоко организованным центром координации, который ставил бы перед страной глобальные задачи. При поддержке именно Советов. Но Советы беспартийные, имеющие идеологию, которая не носит ангажированный бюрократический догматический характер. Идеология как религиозное видение, как дыхание, как проект. Этого хотел народ и в 18-м году, недаром он говорил, за Советы бескоммунистов. В Кронштадте? Не только в Кронштадте. Всюду. И в Тамбове, и в Центральной Азии. Вот, например, сколько лжи. В Центральной Азии басмаческое движение начали красные командиры, которые поняли, что их обманули. Это были не баи и не феодалы. А баи и феодалы как раз получили партбилеты все. И вот именно поэтому такие, как Ибрагин Бек, как Мамадамин, они были все чекисты. Они стали лидерами басмаческих отрядов, потому что они увидели, что баи возвращают власть через партбилеты. Вот, мы должны сделать так, чтобы этого не случилось. Добавлено. Андрей Григорьевич, добавлено. Вопросы задаются в зависимости от того, что добавляют. Можно отсюда где-нибудь? Можно, можно. Сейчас дадим. Война, конечно, будет. Я об этом уже не раз включал глотки. Значит, развязана она будет теперь в самый простой способ начать войну в феврале-марте. Значит, 12 октября 2000 года у причала Адамского порта, значит, террористы-смертники на надувной лодке подорвали американский эсминец Кул. Значит, дырка была, значит, 12 на 6 метров. Значит, он немножко стал тонуть. 17 человек погибло и так далее. Значит, ничего не стоит бумажный тигру, значит, террористу на лодке надувной в этом порту Тартус в Сирии, когда там будет на бункеровке стоять эсминец-стерегущий, его подорвать. С этого и начнется втягивание России в ту войну, которую нарисовал Биби в этом, в красной чертой в Генеральной Ассамблее. Николай. Я представляю идеологию и политическую линию политического ислама, то есть ислама, который не замыкается в конфессиональном гетто, а выходит из границ конфессионального гетто, чтобы участвовать во всех мировых протестных движениях против глобального правительства. Политический ислам, который исходит из того, что императивом является борьба против мирового правительства, как комитета по встрече антихриста. Вот эти силы я представляю. А теперь, какие вы ЛДПР? Мало ему досталось. ЛДПР – это партия, которая существует в инъюнктуре, сложившейся после 93-го года. Она возникла, конечно, в 90-м. Но она, кстати, была не первой партией после Кумпартии, зарегистрированной на территории САВТОРОЙ, потому что первой была Исламская партия Возрождения, в которой я участвовал в создании. Но, тем не менее, Исламская партия Возрождения была демонтирована, а ЛДПР пошла вверх. А после 93-го года, после выборов, как известно, давших президента России, давших 6 миллионов голосов Владимиру Вольфовичу, он приобрел такое достаточно мощное присутствие. Но это конъюнктура, сложившаяся после расстрела Верховного Совета. И, естественно, эта конъюнктура актуальна до тех пор, пока вот этот исторический период, связанный с расстрелом Верховного Совета, новой Конституцией, 93-го года, написанной на коленке и принятой с колоссальными нарушениями и так далее и тому подобное, пока все это будет действовать. Что касается Владимира Вольфовича, то мы с ним хорошо знакомы, не раз встречались на разных дивизионных площадках. Вот, и я сидел в нем, ну, такого очень энергетичного, очень такого яркого деятеля российской политической сцены. Добрый день, Ярослав Старухин, и не могу не задать вопрос, что мировая экономика терпит крах, и вся цивилизация терпит крах из-за борьбы за ресурсы. Прошло сто лет, уже целый век прошел после Николы Тесла. И на сегодняшний день уже тысячи ученых пытаются достучаться до правительства, до правящих элит, до беднейших стран, что впереди нас может ожидать безресурсная экономика. То есть, когда мы получаем электроэнергию, не добывая нефть или газ, или не расщепляя ядерное топливо, а всего лишь используя божественные принципы, согласно которым вращаются планеты, в любой точке планеты мы можем обеспечить любое количество населения неограниченным количеством продуктов питания. Как Вы считаете, можем ли мы при нашей жизни внедрить энергетику и тем самым перейти в новый и технологический, и идеологический уклад развития, в принципе, человечества и цивилизации? Во-первых, всегда, на любой период, на любом отрезке человеческой истории в портфеле у правящих кругов были изобретения и технологические ходы на многие поколения, опережавшие свое время. Всегда. Но им, естественно, не давался ход, потому что определенная мобилизация человеческого ресурса через введение вброс новых технологий была связана с отсеканием определенных групп населения и блокированием определенных кланов, которые не должны были войти в новую эпоху. Сегодня около 7 миллиардов человек. Мировое правительство исходит из того, что поднять 90% населения до уровня среднего европейца, чтобы капитализовать их время, чтобы они стали потребителями и за их счет расширить рынки, одновременно, так сказать, снимать с них сливки, потому что, ну, скажем, предки современных европейцев, там еще 100-200 лет назад их время стоило копейки, а сейчас даже у безработного оно стоит многие-многие доллары, там, одна минута. То есть произошла такая мощная мобилизация и капитализация человеческого фактора, человеческого времени. А, допустим, в Африке время как стоило при фараоне, так стоит и сегодня. Но для того, чтобы его капитализовать, для того, чтобы его поднять, нужно вложить такие гигантские ресурсы, что, во-первых, их нет. Нет большевиков, нет фрейлов. Большевики провели мощный густник, мощный, так сказать, подъем стоимости жизненного времени всеживущим в Российской империи за счет того, что они за 20 лет эксплуатировали хлеб у крестьян, бриллианту у фрейлин и так далее. Вот. И провели такую акцию, в результате которой 150-миллионная неграмотная страна превратилась в одну из развитых технологических и индустриальных стран-держав мира, просто производя больше всего, чем там та же Европа. Цириков вместе взятая. Но за 20 лет это был уникальный прорыв, который потребовал, конечно, громадной жертвы. Никто не будет это делать сейчас с беднейшим населением. 90% населения проще убить, чем поднять до уровня среднего европейца. Поэтому мировое правительство исходит из того, что 10% населения достаточно для того, чтобы обеспечивать проектную сущность вот этого традиционалистского клуба, который, как я уже сказал и повторю, является комитетом по встрече антихриста. Остальные 90% выбрасываются во внецивилизационное пространство, внеисторическое, и подвергаются голоду, экстреминации силовыми путями, эпидемиям и так далее. То есть мощным таким средством понижения численности населения. При этом никто не даст возможности использовать наработки, которые сейчас лежат в портфеле у тех, кто контролирует космос, до того, как не произойдет вот это революционное, с их точки зрения, преобразование, когда мировое правительство осуществит разделение человечества на 10%, которые будут, стало быть, его обслуживать, и 90%, которые будут выброшены за пределы истории в пустыню. Но на эту тему уже существует масса таких прописанных вещей, как в антиутопиях, так и в, так сказать, серьезных таких программных, технологических разработках. Но на самом деле Фукуяма в своем, одной из последних работ, это называется, по-моему, «Великий прыжок», он написал, что ну, нечего делать с человечеством, вопрос в том, что как бы тупик. Но вот, допустим, биоинженерию, биотехнологии по поднятию его, так сказать, статуса силовым биопутем, изменяя его генные годы, это, конечно, можно было бы, но не нужно и фантастично, поэтому надо прибегать к другим средствам. А каким другим? Некий ученый, по-моему, Хак, его называют из Флориды в Майамском университете, откровенно учит, и к нему стоят журналисты, к нему там стоят студенты толпой, что 90% населения должны быть уничтожены. Он это говорит открыто, и его никто не арестовывает за это. Вот. То есть, на повестке дня вопрос о том, что человечество должно быть расколото, ему большая часть должна быть слита. После этого для той избранной части 10% будут открыты эти портфели, будут открыты эти вот наработки, и холодные термояды, и все это есть. Но даже на простых примерах, например, попытка создать вот эту самую работающую электромашину, которая состоит из двух пластов металла, взрываемых на разной глубине, землю, которые создают эффект тока, и я знаю реально, что у некоего конкретного человека, который здесь вот не знаком, в его поместье все работает на этой системе. Эта система изобретена в России, а принята и осуществляется в Швеции, и производится в Швеции. Но сделать что-нибудь подобное здесь, то есть на территории России, невозможно никакими средствами. Но то же самое касается массы всяких инноваций, которые, например, отменяют электролампочки, скажем, масса труда и вещи, в общем, гигантское количество патентов, которым хода не дается. Почему? Потому что не нужно это давать в хода, пока тут 7 миллиардов лишних людей ходят. Вот когда они возьмут полностью, как они считают, власть своей руки, да, тогда они сделают такую вот выйдут на сферу устроить собирая на земле и будут ждать антихриста для того, чтобы войти в золотую веру. Вот. Но может все получится иначе, конечно. Потому что если в России будет руководство, которое плевать хотело на планы мирового правительства, оно решит этот вопрос иначе. Какие источники выреклинуете тактише читать, посмотреть, где бы было проявлено это? Ибо по моему убеждению, если нам удастся проявить ее, то считайте, что мы выиграем традиционалистов или кого угодно. Источник является под рукой у вас, он один, это Коран. Читайте Коран, там описана эта модель, которую вы видите сегодня. В Коране сказано у творца мать книги, умулькитаб. это означает в переводе на понятный христиан и православный греческий язык, что в начале было слово, слово было у Бога, потому что речь идет под китал, что это логос, логос находится у творца. Коран является проявлением этого логоса в реальном мире, это последнее, так сказать, данное человечество откровение, последний призыв, после которого, если человеческий не сообразуется с этим призывом, это его уже проблема. Оно списывается как обитатели Содома и Гаморры, только не в масштабе двух городов, а в масштабе планеты. Ну и будет новое человечество, потому что у Мухиддина ибн-Араби приводится хадис, некоторые его оспаривают, но я этот хадис очень люблю, и я его тоже цитирую, когда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, вы думаете, был один Адам? Было сто тысяч Адам. На самом деле циклы идут до тех пор, пока в очередном человечестве не реализуется план Творца, и тогда, когда, так сказать, вот суммарно энергетический взрывной потенциал, критическая масса достигает красной черты, тогда Всевышний вмешивается, доводит через красную черту человечество в состояние, которое называется хелиастическая империя или тысячелетнее царство справедливости, за которым следует труба ангела, смерть, воскресенье и страшный суд, и новая земля, новое небо. Вот. если нет такого потенциала перейти через красную черту, то человечество коллапсирует, и начинается новый золотой век с новым натуральным человечеством и новой попыткой реализовать этот сценарий. Но наша задача, задача тех, кто следует великому пророку, первому пророку человечества Адам, и всем, кто изошел из его лон, его потомкам, то есть пророку пророческой цепи Адам, наша задача, чтобы то человечество, которому ему принадлежит, стало ему последним, и чтобы оно решило те задачи, которые были поставлены в Всевышнем Творении. Тогда. Изначально они поставлены. А чтобы вам было понятно, что количество предшествующих циклов было неопределенно многим, да, то есть бесконечно многим, бесконечным словом, ура, бесконечность, вы должны представить себе отрицательный числовой ряд, где актуальность, в которой мы находимся, равна нулю, а то, что было до нас, уходит как числовой ряд назад с минусом, ну, в такую вот дурную бесконечность, да, то есть не вперед, как бы, а мы в ноле, а за нами, за нашей спиной, бесконечно много повторений, и до тех пор, значит, до тех пор, пока мы не решим эту задачу, мы будем просто сведены, как незадачливые актеры, которые не прошли кастинг, явились, понимаешь, играть Шекспира на голливудскую сцену, но при этом говорим с ужасным выговором, и не можем ни встать, ни сесть, выгнали в шею, не удалось даже попасть на пробы, вот, поэтому для этого нам нужно понимать, что наша актуальная судьба, как живых людей, которые здесь живут, потом умрут, их могилы будут на этой земле, она связана с тем, состоится или не состоится это человечество, потому что, если вы умираете, и вы знаете, что это человечество идет в отвал, то вся ваша жизнь напрасна, но если вы знаете, что это человечество убеждает, то вы воскресаете вместе с воскресшими, будете судимы, но даже быть отправленным в ад, это лучше, чем быть стертым в пыль. Когда была гражданская война, нам, живущим через поколение после нее, задним числом кажется, что вся страна кипела и махала шашками. На самом деле, простая историческая статистика показывает, что с белой и красной сторон в участие в гражданской войне принимало 5% населения. То есть, 5% населения это были партизанские зеленые отряды против Колчака, это была Колчаковская армия, это были Деникинсы, это была армия Троцкого, это были ВЧК, продотряды, все это было 5% населения. Остальные были доктор Живаго, то есть, просто обыватели, которые пытались как бы откосить от участия в истории. Ну, грели книгами, если были книги, если культурная семья, буржуйки топили, вот, или там меняли, скажем, что у них там было на хлеб где-то вот, у мешочников, ну, как-то выживали. А 5% сделала историю. Теперь, что касается кто, если, допустим, поднимается вопрос о точной застройке в современном московском дворе, и вот есть, допустим, 100 жильцов, которые выступают против этой точной застройки. Они выходят, и всегда есть ситуация, она статистически измерена, и является антропологической давностью, что 90% повозмущаются, может быть, помашут плакатиками и разойдутся, но 10 из этой сотни они будут пилить на бульдозеры, они будут кидать камнями в милиционеров, охранников и работяг, которые пришли делать эту точную застройку, в конце концов их повяжут. Но эти 10% которые будут действовать есть всегда. Тут есть вариации. В пониженной пассионарности где-то 5-7, может быть, до 15% это уже взрывная пассионарность, но они есть всегда. До определенного периода они латентны. Я об этом говорил на примере команданта Сорокина еще раз. Вот. То есть сегодня среди нас ходят эти 10% хорошо, 5% ходят. Вот так вот 5% из 140 миллионов 5% это где-то 7 миллионов человек. 7 миллионов человек не при делах. Будущие будущие субъекты исторического процесса это вдвое больше, чем сегодня есть бюрократов новой России. Так называем новой в кавычках, да? То есть Ельцинско-Путинско. Вот. 7 миллионов это очень много. Хорошо. 3 миллиона пусть 3 миллиона ходят сегодня тихо и ждут своего часа. Кто скажет, что их нет? Они есть. А если их мало, к нам приедут люди, которые не согласны с мировым порядком из Франции, Пакистана, Англии, Аргентины, того же Китая. И они все выучат русский язык и будут частью нашего радикального сообщества. Андрей Митрофанов, я. Вопрос к докладчику. Вы совершенно правильно оценили ситуацию, совершенно правильно оценили возможность войны. В самом начале вы сказали, что население, вот Россия большая страна, огромная территория, населения мало, давайте пригласим, пускай придут. Вы сейчас говорите, приедут. Это все правильно, мы это все понимаем. Но если Петр Девятов говорит, что если мы создаем Иго, то Иго было очень сильно веротерпимо, потому что мы знаем это из истории, потому что расцвет русских монастырей и прочее происходил как раз во время Орды, то если мы будем приглашать к себе людей, а это скорее всего будут люди ислама, мы это понимаем, что сила. И если в этой войне, про которую вы говорите, радикалы победят, радикалами вы подразумеваете опять же страны ислама. И они окажутся здесь, вот на этой территории, в условиях, когда резко изменится демографическая ситуация. И с учетом того, что сейчас пока основная масса нашего населения это люди, которые придерживаются православного взгляда, а ислам это более пассионарная религия, ну мы видим просто, она сейчас более пассионарная. Не приведет ли вот этого подмена как бы вот предложения 9-го на ваше предложение к тому, что здесь возникнет очень сильный у нас в стране возникнет очень сильный очаг напряженности и люди, которые сюда попадут, они не будут учить русский и израиль, а будут заставлять нас учить другие языки. И не приведет ли это к межконфессиональным напряжениям, так скажем? Нет, не приведет, потому что ваши опасения построены на целом ряде допущений такого мифического характера. Во-первых, я говорю о том, что сюда придут пассионарии. Они не обязательно мусульмане и не обязательно с юга. Они могут быть и из Латинской Америки, и из Европы, но это будут обязательно люди определенного типа. Это раз. Второе, командная группа, которая будет держать бразды правления и допускать их приезд, она будет основываться на матрице русского языка. Так же, как, например, в Соединенных Штатах командная группа отцов-основателей была англоязычной, и потом гигантский приток иммигрантов со всего мира, он не переформатировал эту ситуацию, а, так сказать, наоборот, форматировался под принятие этой англоязычной матрицы. А я напомню, что после гражданской войны в США с 1870-го по 1900-й каждый год в Соединенные Штаты въезжал один миллион человек. Каждый год. Теперь, что касается веротерпимости и конфликтности, прежде всего тем акцентом политического ислама, который я подчеркиваю, является то, что ислам выходит из гетто, из своей как бы цивилизационной исключительности, которая ему навязана, потому что ислам никогда не был конфессиональным течением. Это была, скажем так, теолого-освободительная доктрина, которая была открыта всем народам. И, например, борьба на Балканах, она осуществлялась не турками в первую очередь, а именно славянами, которые боролись со своими феодалами. В частности, завоевание Балкан и интеграция их в Османскую империю была осуществлена прежде всего самими славянами, как известно. Но, на самом деле, здесь стоит вопрос о синтезе под единой эгидой, под единой политической философией всех представителей авраамической традиции. Без какого-то насилия и принуждения. Другое дело, что, когда вы говорите «большинство является православными», я вам напомню, что процентное отношение участвующих в церковных церемониях, ходящих к причастию и так далее, очень невысоко по отношению к формально, так сказать, списочному количеству православных. То есть, при 80% православных не более одного процента являются воцерковленными в полномасштабной форме. Ну, где-то 5% от времени участвуют в религиозных праздниках. 75% просто являются агностиками, которые идентифицируют себя с православием на уровне, ну, как бы, национального такого бренда. То есть, я должен считаться православным и так далее. Но, на самом деле, здесь вопрос-то какой? В Коране есть аят, когда Всевышний говорит пророку, большинство людей не уведают, как бы ты этого не хотел. То есть, иными словами, ислам никогда не ставит перед собой задачу празелитизма и исламизации всех. Ислам ставит перед собой задачу сокрушения власти неправильных. Потому что есть другой аят в Коране, который говорит от имени Всевышнего «Мы установили во всех селениях правителей преступниками и они интригуют во имя своей власти, но на самом деле они интригуют против самих себя, хотя пока они этого еще не знают. То есть, Коран, как Слово Божье, идентифицирует правителей как криминальный класс, как преступников. И задача ислама это борьба с несправедливостью и с властью преступников, потому что понятно, что построить какое-то замечательное райское общество, где все, так сказать, являются такими розовыми и пушистыми, невозможно до второго пришествия Иисуса Христа и Махти, которые создадут тысячелетнюю империю справедливости, как это было сказано в традициях и христианстве и ислам. До этого времени мы можем только бороться, мы можем только сокрушать неправедных и быть братьями на этом пути, но, естественно, пресекать эксцессы. То есть, мы как бы создаем, формируем комитет по встрече Мессии, по встрече Иисуса Христа против комитета по встрече Антихриста. И мы, естественно, вводим правила, по которым все, кто являются братьями на этом пути, ведут друг с другом себя. Хочу в подтверждение этого напомнить, вот Запорожская Сечь по Тарасу Бульбе, по многим ассоциациям, она имеет характер как будто чисто христианская, антибусульманская, ну там Репин запорожцы пишут письмо Туренскому султану и так далее. Идентифицируется как строго такая вот христианская вещь, такой мужской христианский союз. Я сам так думал, но я читаю по-украински, и я читал книжки Сич-Маты, например, Сай-Дачный, такие романы написанные, кстати, до войны в эмиграции, и я с удивлением обнаружил, что, оказывается, было очень много мусульман на Сичи. Были полевые командиры, атаманы, которые вводили, кстати говоря, в походы свои боевые казацкие подразделения Сичевиков, вводили в Крым против крымских татар, например, потому что у них была другая повестка дня. Их повестка дня была антимонархическая, антифеодальная, а в Крыму было ханство. А Сич была союзом мужчин за справедливость. И там были, оказывается, мусульмане, которые воевали с крымским ханством, потому что это феодальное образование тирамическое. Вот такие вот странные вещи мы, оказывается, узнаем. Сич с мусульманами это большая, как бы, так сказать, наука, большая инструкция для нас. Я представлю сейчас докладчикам для заключительного выступления. Предоставлю сейчас Владимир Петровича Девятого, а потом вам. Я не открою большую тайну, сославшись на великих, подчеркнув, что история наук всех наук. Чем закончилась Орда, как единое государство и его? От Тихого океана по крайней мере до Дуная которое было надконфессиональным, наднациональным, беспартийным. Оно закончилось религиозной войной. Почему? Потому что тогда, когда был хамак, монгол, и лус, хамак это все вместе, у лус это территория с населением, монгол это то ито, которое Чингисхан дал новой общности людей, советский народ. Там не было вот этой, так сказать, конфессиональности в личном Борне. Там была воля неба безлична. Цвет черный космос. Когда сейчас натягивают какое-то грязь, то там небо голубое, это небо это, приземленное, а там то было черное небо, цвет космоса черный, цвет неба черный. Соответственно, все было хорошо до того, как ханы начали принимать какую-то конфессиональную определяющую. Тузбек принял мусульминство, ислам. Ну, а дальше состоялась религиозная война, православная против богатых и Мамаево-поповище и так далее. Ну, то же самое произошло и в остальных местах, кто принял буддин, и так далее. Значит, там эта клирикальная часть победила вот эту всемирность космическую. Да. Думаю, что и Новую Орду, повторившуюся в цикле, значит, разведут тем же самым способом. Значит, ничего тут особенно придумывать не надо. Но она простоит, это Новая Орда простоит, некоторое время, значит, правиться, говорят, 12 лет. Вот. 12. Лет. 12 лет, да. 12 лет. Ну, как рай, да, ну, там, 12-15, это Серафим Саровский, Серафим Вырецкий, Иоанн Конштадтский, Оптинские старцы, там, ряд других, значит, правиться, Иоанн Константинский, они все говорят, что вот, 12-15. Перелом. Точно, вот мы бестолковые, значит, неополитики, значит, ученые, настоящие, значит, синергетик, буданов, там, с ритмокаскадами, физик, Добрачеев, астрологи, мы тут проводим это все, значит, исследование эскатологическое, и все сошлись, что перелом 15-й год. Более того, мы даже из осведомленности знаем, что китайцы намерили там себе перелом, значит, вот от 13-го до 15-го, все перевернуть. Значит, ну, у них есть концептуальная самостоятельность, у нас ее нету. Ну, ну, как нету, у коридоров власти нету. Дальше, где новое небо? По китайскому календарю прям сразу стоит там, я ничего не придумал, открыл китайский календарь в 2044-й. Вот, он, циклический календарь, значит, семерка-двойка выпадает. Новая эпоха. Дальше ученые мерили середину, значит, вот 21-го века. пророк Даниил, книги пророк Даниил, там тоже 2050-й год. дальше, значит, что же, когда же и что может происходить? Значит, в видимой части мировое правительство присутствует, как вот этот вот, значит, комитет по встрече антихристов. Но ведь в невидимой части тоже можно сказать, что это мировое правительство присутствует. Столицы этого мирового правительства в невидимой части, если он те, которые волю неба, собственно говоря, каким-то образом структурирует, так, значит, ну, можем назвать ее небесской целярией, там я не буду эти другие, значит, эти санскритские имена, там, язык сломаешь, у нас есть это небесная целярия. Они-то где? Столица их, тут считали, высчитывали, значит, там, связи с сменой космических эпох, там где-то между 35-м и 50-м градусом северной широты, где-то там за Сардарьей, ну, получается, вот, значит, там что-то такое, Восточная Казахстан, Алтай, там, как оно проявляется? Ну, вот, говорят, что северные сиянии, это вот, они, значит, эти, какие-то сколохи, вот эти вот полярные токи, какой-то магнетизм, вот его же видно даже, вот, а дальше, а где это коллективное бессознательное? Ну, там где-то какие-то вот эти вот облака, эти души-то, якобы, которые там где-то, вот они где-то там, вот этим занимаются, значит, в небесском целях. Значит, когда она, собственно говоря, придет, значит, мы там увидим, там, это вот, новые указы, там, наши, спечати, ну, когда мир невидимый станет видимым, это и есть новое небо и новая земля. Мы там бестолковые векции занимались, значит, всяким делами, изучали эскатология, вот, там выяснилось, что там и все там ждут, не только, значит, мир ислама ждет Махди, не только, значит, православные, значит, и католики ждут, значит, второе пришествие, не только, значит, иудеи ждут, ну, законы Моисея ждут, значит, мессию, но буддисты там ждут, понимаешь ли, там, значит, Буду, Буду будущего, там, интуисты, там, аватара какого-то, все что-то ждут, все ждут, там, прямо, вот, все падает, значит, где-то к 50-му году, все это, значит, как это будет выглядеть, значит, у Всевышнего 99-ми, она будет, имя его будет одно, и все, и он будет все, верь, все во все, Бог будет все во всем, и имя его будет одно, мир не менее, станет ведь, вот это и есть, новое небо, и мы взяли, осталось недолго, значит, в чем состоит, так сказать, противоречие, которое, значит, вот, для нашего, Бога, хранения Отечества, значит, является самым важным, так я полагаю, основным, так сказать, вот, чтобы надо, так сказать, усвоить как-то, и так далее, значит, Михаил Ищевеллер, непростой человек, значит, и в 2005 году, написал книжку, «Великий последний шаг», там все, собственно говоря, прописано о том, как бы, значит, те ребята, которые с законом Моисея, не путать с теми ребятами, которые с авторозакониями, хотя, значит, это все, что они 3000 лет тащили, план Соломона, значит, осуществили. Когда я вам сказал, что кто разводящий, и, значит, сказал, что это коллега Кургидян, ну, вот, если коллега Кургидян, не друг государства Израиля, то пусть тот первый бросит меня кайф. Значит, вот оно здесь все, понимаете, в чем дело? Почему? Потому что 3000 лет тащили. 3000 лет тащили. Что, выкинуть, что ли? Значит, не выкинуть, конечно. Поэтому ситуация какая? В Новой Орде можно избежать вот этого, значит, совсем нехоро, ну, не то, что избежать, отодвинуть, или что-ли показать, дать образец. Значит, маяк, иначе возможной глобализации. Показать этот маяк, иначе возможной глобализации. Нет, не на долгое время. И это можно делать, ведь все равно это надо делать на чем-то. И тут я еще в прошлый раз сказал, что Ротшерд и Снайя, почему? Потому что хазары входили в Орду. Это великая истерия. А иудеи со столицей в Иерусалиме. Эти самые, значит, левиты, эти там фарисеи, талмутисты, сионисты не входили в Орду. Вот они остаются, они остаются в Атлантизме, они выступают югом, ракурс на юг этого Атлантизма, а тот ракурс на юг, который, значит, из России виден, он виден куда? Монголия, Китай, Индокитай, туда. Он, значит, другой юг. И в этом юге китайский, китайский компас, стрелка, который показывает на юге. И вот эта стрелка точно показывает, она идет, вот эта стрелка идет там, там, ну, что-то там, в Санкт-Петербург, через Казань, и вот туда, в Австралию. Вот этот, вот этот, вот этот харма, который мог, вот почему эту харму сказали, что она вот так, а она, может быть, косина какая-то там есть. Значит, я не буду, значит, утверждать что-то, значит, мы художественная самодеятельность, мы это видим, так сказать, из, значит, других источников, вот, значит, я это все, значит, давным-давно написал, эта харма, она имеет, значит, склонение, это склонение, какое я вам сказал, значит, столица Волтая. Алтай, это, значит, то, где можно, собственно говоря, значит, не, не, не жамбулы искать, там, ну, этот вот, значит, неподземный мир, а тот мир, который сверху. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Держимаич, пожалуйста, в заключительной стороне. Ну, я буду краток, потому что, действительно, времени уже много, я просто хочу подчеркнуть, что то видение, которое я попытался в очень скудных штрихах чуть-чуть обозначить, на самом деле, конечно, по существу является антикосмическим, потому что космос, это внешняя, предельно проявленная манифестация бытия, которая, на самом деле, представляет собой ложную бесконечность и, по большому счету, представляет собой бесконечную инерцию глины, которую брошен огонь, искра Духа Божьего, сосредоточенного в сердцах людей в виде нашего свидетельствующего сознания. Сознание, которое сосредоточено в моменте здесь и теперь и контрастно отделяет нас от всего, так сказать, внешнего пространства, от объектного мира, от объекта реальности, который поставляет нас объекту с большой буквы. Культ объекта это культ бытия, это в конечном счете все формы сатанинского язычества. Опять-таки, причем по-подсатанинским надо принимать не традиционные фигурки бесов, а именно олимпийскую фигуру светящегося великого существа, которая бросает вызов принципу Духа, принципу Духа, принципу сознания. Если бытие говорит с нами языком музыки, неартикулированным языком музыки, потому что в бытии нет слова, то сознание говорит с нами языком слова, логосом, логическим словом, которое является зеркалом, проявляющим невидимое. Поэтому есть жесткий водораздел между всеми языческими метафизиками, буддизмом, индуизмом и так далее, с одной стороны, удахизмом и авраамической линией, в чем я подчеркиваю, эта линия не иудейская, а эта линия авраамическая, потому что Авраам был до того, как стал иудаизмом, он был до, так сказать, пророков, изошедших из его лона, и он был глашатым чистой оппозиции сознания бытию, революционной оппозиции сознания бытию, инертному, страшному, тоталитарному объекту. Поэтому мы говорим здесь, я упоминал в своем основном выступлении, что речь идет не только о интерпретациях взаимоотношения раб, господин, но и интерпретациях свободы. Мы стоим на платформе третьей интерпретации свободы, потому что есть свобода выбора, это одна свобода, ложная свобода, есть свобода как воля-вольная, воля-волюшка, это другая, связанная с хаотическим индивидуализмом свобода, и третья свобода, истинная свобода, есть свобода отражения от архетипа, разрыв с той бытийной моделью, которая делает нас абсолютно послушной тенью великого существа, воспроизводящего такие вот циклические криши вечного возобновляемой антологии. Разрыв с этой моделью, матрицей, архетипом, есть та истинная свобода, о которой говорил Христос, о которой говорят монотеисты авраамическая линия, то есть это есть та божественная свобода, которая связана с апелляцией к единственному возможному подлинному субъекту, субъекту истинного бога монотеистов, противостоящего бытию, кстати говоря, поэтому говорить о том, что бог есть, это просто технологически неправильно, предикат есть неприменим к нему, потому что он противостоит всему, что есть, он является антитезой, альтернативой бытию, в нем истинная свобода, истинный триумф и истинный свет, ну и поэтому, конечно, перемен ждут все, они падают на середину века, но это предварительные перемены, потому что в 2020 году кончается два асра исламского летоисчисления, 1440 лет хиджа по лунному календарю, а по солнечному календарю тот же самый 1440 год приходится на 2060, это законный 1440 лет по одному и по другому, только одно считается по лунному календарю, другое по солнечному, но между ними 40 лет разницы между 20-м и 60-м годами, это 40 лет, которые Моисей вводил свой народ в пустыню. Это время, когда будут осуществлены колоссальные преображения, трансформации, и должен возникнуть новый тип человека, совершенно новый тип человека, который будет властно требовать вторжения в историю, он должен появиться за эти 40 лет, свободный человек с глобальным и всепроницающим постижением судей вещей. И тогда начнется последний отрезок истории, который будет длиться по некоторым данным 360 лет, потому что согласно тибетскому ламаистскому учению, через 1800 лет после начала ислама из Шамбала выйдет император, подземный император, то есть антихрист, который будет сражаться с народами ислама. Это не я придумал, это ламы говорят. 1800 лет должно пройти с момента хиджры, с момента начала исламского календаря, и тогда подземный император объявит себя и будет биться против ислама с привлечением демонов, невидимых сил, подземных сил и так далее. Согласно их точке зрения, он разобьет мусульман, и тогда начнется золотой век, ну, который, видимо, войдет ротшин, я так понимаю. Вот. С нашей точки зрения, мы должны побить этого императора, и мы надеемся и уплываем только на второе пришествие Иисуса Христа и на Махди, который будет руководить самим Господа. Но 1800 лет это 1440 плюс 360. И если это мы прибавляем после 2060 года, то у нас есть 40 лет запаса ни туда и ни сюда. Вот за эти 40 лет мы должны сделать из России великую борею, которая сосредоточит в себе смыслы и перспективы для каждой души, появившейся на свет в этом мире. Спасибо. Спасибо. Все. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.